Эволюционная модель для Machinike, в которой решены некоторые нюансы. Рассмотрим эти изменения, в основном внутренние, на примере модели Machinike Aurora Star AL. Упаковка ноутбуков данного бренда хорошо знакома, в основном это двойная коробка, которая защитит ноутбук в целостности и доставит его в рабочем состоянии. На боковушке есть наклейка с комплектацией, внутри коробка более глянцевая, красивая, но мало информативная. Блок питания привычный кирпичик, но не такой, как был лет 10-15 назад, а компактный, плоский, но на 180 ватт. Раньше даже 120 ваттные варианты были более габаритные. Производитель годами не меняется, это один и тот же бренд, который очень хорошо знаком, его можно встретить и в коробках более именитых брендов, то есть это не какой-нибудь там нонейм. В комплекте в коробке есть термопрокладки и винт для дополнительного SSD накопителя. Гарантийный талон неинтересный, он точно такой же, как уже видели ранее, но собственно он веселым особо не должен быть, там гарантийная информация и так далее. Руководство пользователя более всеобъемлющее, дает подробную информацию про разные аспекты ноутбука, показан в том числе, как его открывать. Описаны все разъемы и подробно даны характеристики, чему я несомненно рад. Не то чтобы сверх важная информация, которую не стоит пропускать, но пролистать можно. Ноутбук имеет полностью пластиковый корпус и окрашен в серебристый цвет. Металла здесь нет и я не особо горю по этому поводу, потому что никакого трепета к металлическим корпусам я не имею. На крышке, кроме логотипа, есть надпись Light, которая относит его к именно этой серии Light. Логотип, как всегда, правильно обращен при открытии крышки. Подсветки, кстати, на этой крышке нет, кого-то это порадует, кого-то огорчит, потому что в комментариях я видел всякое, как ее отключить и что делать, если она не работает. Конфигурация портов в принципе сохранена, спереди выемки нет, есть только светодиоды состояния. Слева остался один порт USB-A на 5 Гбит в секунду, а звук теперь это комбинированный миниджек 3,5 мм. В тыл переехала проводная сеть, ушел мини-дисплейпорт, остался HDMI, порт питания и USB-C на 10 Гбит, который поддерживает дисплейпорт, то есть к нему можно подключить внешние мониторы. Справа есть USB-A на 10 Гбит, USB-C на 10 Гбит. Кроме того, этот порт поддерживает питание Power Delivery 20 Вольт 5 Ампер, либо 20 Вольт 3,25 Ампер. Полезная способность, не так много игровых ноутбуков, работающих от Powerbank. На дне все более-менее привычно, это наклейка, на которой есть характеристики ноутбука, силиконовые упоры, решетки динамиков, множество вентиляционных отверстий, в том числе для забора воздуха системы охлаждения. Ноутбук прекрасно открывается и закрывается одной рукой, угол раскрытия составляет примерно 130 градусов, и этого хватает для работы сидя за столом. Здесь ничего нового, камера находится на своем законном месте, в верхнем торце. Рядом находится светодиод ее работы, два микрофона, все рамки более-менее тонкие, в том числе и небольшая нижняя, но она, как всегда, чуть шире. Клавиатура, естественно, тоже уже знакома по ноутбукам Мочи Найк, ничего здесь нового, принципиально нового нету, это все такая же клавиатура. Кириллица есть, подсветка есть, она настраивается, настраивается тайм-аут, никаких проблем нет. Цифровой блок есть, клавиши слегка на нем заужены. Кликпад с виду тоже привычный, как и на других подобных моделях. Точно так же знакома выглядит и графическая оболочка Inside на BIOS. Пробегусь по менюшкам, кому интересно, можете посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Меня очень долго обходили ноутбуки на старших райзенах, и вот, наконец, это случилось. В основе лежит Ryzen 9 7940HS, это Zen 4, 8 ядер, SMT, все дела. Ему в пару установили одну планку на 16 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц. Кроме того, в процессоре есть встройка Radeon 780M, и в ноутбуке есть дискретная графика RTX 4060. То есть популярная, хорошо изученная видюха. Производительность процессора никаких нареканий не вызывает, результаты высокие, и в принципе, очень неплохо смотрится. Есть подозрения, что теплопакет у этого процессора далеко не сильно задушен. Но это надо смотреть в стресс-тестах, потому что я видел ситуации, когда душат процессор на какие-нибудь 40-45 Вт, и результаты у него сильно ниже, особенно в играх. Здесь точно нет 45 Вт, а вот на сколько ему дали теплопакет, посмотрим уже позже. Пока смотрим, что результаты очень даже неплохие. В итоге процессор позволяет работать как и в играх, так и в более тяжелых каких-то задачах, где требуется именно вычислительная мощь центрального процессора. Ну и не отменить того факта, что есть дискретный графический ускоритель, который позволит тоже работать в некоторых приложениях просто быстрее, потому что на это есть расчет. Что бренд блока питания, что бренд SSD не меняется уже несколько лет, и это скорее плюс, то есть стабильность, признак мастерства. Результаты такие, что с головой хватает для домашнего применения. За графику здесь отвечает скорее RTX 4060, есть еще встроенная Radeon 780, но ее тестировать особого нет смысла при наличии дискретки. Тем более здесь QHD экран, то есть разрешением 2560 на 1440. Способности обеих видеокарт хорошо известны. Если у вас есть какие-то нетребовательные игры, то в принципе дискретку можно и отключить. У меня достаточно было обзоров, чтобы понять на что способна Radeon 780M. Если же предполагается какой-то более серьезный гейминг, то всегда можно включить внешнюю видеокарту и спокойно играть. У меня были ноутбуки с 4060, но с экраном Full HD. Здесь экран заметно больше разрешения имеет и соответственно нагрузка на видеокарту тоже повышается. К слову сказать, она все это вывозит. Естественно с меньшим количеством кадров в секунду, но играть вполне приятно даже в какой-нибудь тот самый Cyberpunk. Хогвартс идет тоже на ультрах без каких-либо проблем и всегда можно вспомнить, что есть DLSS. У него есть разные профили и так как у нас четвертая серия, то всегда можно задействовать генерацию кадров. Причем иногда в играх с помощью костылей модов, где раньше этого не было. Lies of P идет хорошо и гладко, даже на разрешении, которое родное для экрана. То есть с этим проблем нет. И здесь речь идет тоже о самых максимальных настройках качества графики. CS2 тоже идет без каких-либо нареканий. Количество кадров в секунду, то есть FPS он приближается к 200. Но всегда будут какие-то моменты тяжелые, особенно когда кидают дымы и количество кадров падает. Но играть все равно комфортно, в том числе на родном разрешении. Кибератлетов не берем в расчет, у которых часто бывает сверхнизкое разрешение. Dota тоже вывозится на максималках в родном разрешении и в серьезных замесах нет каких-то критически важных лагов. А Starfield когда-то было уже мною сказано, что о нем либо хорошо, либо никак. Игра тяжелая, но тем не менее всегда есть задел. На средних в 60 FPS выдает. К видео 8К никаких претензий нет, все идет гладко, все ожидаемо. Теперь о любопытном, а именно о сюрпризах, которые тоже являются эволюционными моментами в новых ноутбуках. Во-первых, процессор работает на 65 Втах в пике и спускается до 55 всего, никаких 45. Это очень круто, особенно учитывая тот факт, что даже в 65 Вт он прогрелся до 75 градусов. Это вообще супер. Такое очень нечасто можно встретить. Система охлаждения естественно шумная, но в контрол центре всегда можно настроить кривую руками и спокойно настроить для себя найти золотую середину. Это очень круто. Здесь проделана большая работа. Подсветка клавиатуры есть, никаких нареканий не вызывает, настраивается все так же, как и раньше. Очень хорошо поддается, яркость, тайм-аут убирается, все отлично. Кликпад почти не щелкает. В других моделях раньше это была там местами проблема, он прям подщелкивал. Здесь ведет себя гораздо лучше. С годами у Machinaik матрицы все лучше и лучше. S15C, который у меня был, многие ругали за блеклую матрицу. Оно становится все лучше и лучше. И сейчас в ноутбуке стоит QHD матрица с хорошей яркостью, почти в 340 нит. И цветовым охватом sRGB 100%. Кроме того, частота обновления экрана 165 Гц. Это хорошо, вполне типичный игровой показатель. Засветов нет, что тоже радует. Далее предлагаю посмотреть, что выдает камера и что записывает микрофон. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. С разборкой по-прежнему никаких проблем нет. Выкручиваю винты, снимаю крышку и попадаю в полный внутренний объем. хочу снимаю охлаждение хочу снимаю накопитель хочу выбрасываю оперативную память мне все подвластно второй слот m2 свободен под него как видели в начале есть термопрокладка для снятия тепла на плату и для снятия тепла на небольшой мини такой радиатор который находится на крышке с внутренней стороны сухом остатке остается в ноутбуках свежих ставят неплохие матрицы с хорошим разрешением с большой частотой обновления с нормальным цветовым охватом с нормальной яркостью с годами стали кириллицу наносить видимо сразу на заводе это не просто гравировка более ровный шрифт и более опрятный внешний вид процессоры стали настраивать здесь и настроены теплопакеты все в порядке то есть не просто засунули репроц и дали ему как как-то работать однозначно проводили какие-то работы с системой охлаждения что предыдущий ноутбук с 15 квазар что данный ноутбук показывает заметно возросшую эффективность системы охлаждения да все еще есть шум но шум можно побороть ручной настройкой здесь добавили питание power delivery конкретно в этом ноутбуке сильно лучше стали динамики они во-первых громче заметно громче и звук с них гораздо приятнее чем был раньше то есть за два там с лишним года между ноутбуками получилось очень большая разница не несмотря на то что они внешне похожи вроде бы комплектующий примерно одни и те же но качественно подняли уровень и это хорошо на на этом я завершаю свой обзор всем спасибо всем пока